Спасибо большое, во-первых, всем, кто пришел в такой жаркий летний лондонский день. Я совершенно не понимаю, зачем вы пришли, откровенно. Но это дело ваше уже, я не могу за вас решать. Что я могу по поводу всего этого сказать? Потому что я не понимаю, что вы делаете, я уже сказал. Как получилась эта книга, я тоже не понимаю, потому что это какое-то естественное выделение моего мозга. Мы, когда переехали сюда, мы переехали сюда прямо в COVID в августе 2020 года. Все это одно на другое наложилось. И Лондон, я знал хорошо, как пройти от Букингемского дворца к Биг Бену, даже как перейти там мост, и какие здесь деньги. Я даже руководил офисом здесь в какой-то момент из Москвы в Ренессансе. Первое, что я понял, когда мы приехали, и, в общем, это очень быстро понимается, наверное, все это понимаете, что это другой Лондон совсем, не тот, который я знал раньше. Тот, который я знал раньше, вообще не существует, а существует что-то совсем другое. И главный вопрос, который у меня возникает, это как мусор выбросить. И ответа на этот вопрос нет. Как его получить, я не знаю. А мусор накапливается. И в момент, когда я наконец узнал, как выкинуть мусор, и я выкинул этот мусор, и через 24 часа я получил предписание от канцела, потому что я не так выкинул мусор, не той стороной его выкинул, которой надо. И так все остальное. И оказалось, что нужно знать больше вещей, чем в заповеди у религиозного еврея. И вы все это тоже наверняка знаете. Вы наверняка это проходили, если только рядом с вами не было кого-то, кто это делал за вас. И от всех этих страшных мучений, во-первых, хорошо проходит ностальгия, потому что ты не думаешь об этом. А во-вторых, хочется как-то выразиться по этому поводу. Я начал в Фейсбуке, у меня есть аккаунт в Фейсбуке, где достаточно много подписчиков исторически. Я начал туда писать какие-то свои крики, нечаянно раздельные о том, что происходит. А потом в какой-то момент ко мне пришло в АСТ и сказала, давай опубликуем книгу. Я сказал, давай. Потому что любой маркетинг, кроме некролога, всегда хорош. И тут же пришла Люба и сказала, давай будем опубликовать в зиме. Я сказал, давай, хорошо, отлично. Еще клиент какой-нибудь появится. И так оно все и получилось. И вот, так сказать, получилась такая книжка. Это такие псалмы немножко о своей жизни. Это такой плач эмигранта. В Москве, в крупнейших книжных магазинах, эта книга лежит в разделе путеводителя. Окей. Ну, просто, чтобы вы знали, если вы будете в Москве, значит, пожалуйста, английская стена плача такая, путеводитель. Вот, покупайте там, а не в ужасах, где она должна стоять. Ну, и здесь вот, так сказать, все очень милые для меня люди, очень полезные, многие, которые нас спасали, и многие, которые помогали, вызвались почитать куски из этой книги. И мне даже достался некий кусок, но поскольку я не взял очки, я лучше так расскажу, то, что мне досталось. Потому что мне достался кусок из главы, которая называется «Почему?». Но вы-то и так понимаете, почему, да? Поэтому рассказывать здесь нечего. Я только, наверное, скажу, что глава, по большому счету, посвящена, на самом деле, другому вопросу, который меня очень в какой-то момент заинтересовал. Но одно из первых наблюдений, которое у меня возникло в Лондоне, связано с тем, что здесь, когда человек куда-нибудь переезжает, никто его не спрашивает, почему. Ну, вот мы сейчас купили дом у пожилой леди британской. Она из центра Лондона переехала на Маврикий. Мы не спрашивали, почему. Ну, переехал человек на Маврикий. Хорошо. Другие наши друзья здесь поехали жить в Италию. Они сперва думали на Кипр поехать жить, потом в Португалию, а поехали в Италию в итоге. Местные англоязычные друзья, которые жили здесь, там, работали и так далее. А кто-то сюда приезжает, а кто-то ездит из Шотландии сюда, а кто-то отсюда в Шотландию и так далее. И этот поток, вокруг нас этот поток идет с такой скоростью, что не успеваешь задавать вопрос «почему?». И главное, никто не задает вопрос «почему?». И что самое интересное, ни один из англоговорящих моих знакомых и друзей ни разу меня не спросил, «почему мы переехали?». Потому что такого вопроса в этом сообществе как бы не стоит. Ну, мало ли, почему переехали? Здесь работа, там климат, здесь то, здесь сё. Я когда думал, почему мы переехали, я насчитал 12 причин. Ну, 12 – характерное число для православия, поэтому это, наверное, получилось веско по совокупности, но это говорит во многом о менталитете. И мне кажется, вот это тоже очень важно, это то, от чего мы, в частности, уезжали. Вот от этого менталитета, когда если ты переезжаешь, ты должен объяснять, почему, потому что как это так, ты переезжаешь. В российской географичности есть очень много от семейственности, от семейности. Человек, переезжающий из страны, это как жена, которая уходит от мужа. Как минимум надо иметь веские причины. В современном мире жена уходит от мужа и без веских причин, но тем не менее. И это, наверное, одна из причин, 13-я причина, почему мы уехали. Потому что мы, наконец, оказались в мире, где не нужно причин для того, чтобы куда-нибудь переехать и куда-нибудь двинуться. Ну, а причины остальные, я не знаю даже, стоит ли их перечислять, мы-то переехали два года назад, а книжка ушла в печать 18 февраля. Поэтому в книжке очень много пассажей на тему о том, что я буду часто приезжать в Россию, и мы сохраняем там бизнес и так далее, и так далее. Есть только одна фраза как раз в этой главе «Почему?», которая звучит примерно так, что в России с каждым днем становится все хуже, и рано или поздно станет совсем плохо. Вопрос, когда, так сказать, я не могу ответить, но я не хочу этого и ждать. Оказалось, что здесь я оказался прав, к сожалению. И сейчас бы, конечно, все эти фразы звучали по-другому. Я в конце февраля написал в издательство с просьбой дать мне возможность сделать последнюю редакцию, поменять несколько абзацев книги, на что мне сказали, что, ну, ты же понимаешь, она сейчас в типографии, если мы ее заберем, мы обратно уже не отдадим, ее не дадут напечатать. Поэтому она вот в таком довоенном виде вышла. Поэтому очень многое, наверное, покажется неадекватным, неактуальным, если вы будете читать. Но это то, что связано с Россией, естественно. А так, по мере того, как я жил и проживал все эти проблемы, и становился из полного идиота, идиотом что-то понимающим в этом месте, эта книга постепенно из плача превращалась в инструкцию по эксплуатации. Там есть много таких инструктивных мест относительно того, куда пойти, что взять, как сказать, как не говорить. И это, может быть, тоже, кстати, будет полезно кому-то, кто только что переехал, потому что мне часто задают ровно те вопросы, на которые у меня есть ответ. А знаю я уже, я могу этим гордиться, я знаю теперь много, я знаю даже, кому звонить, если соседи шумят. Я уж не говорю о том, как счета в банке открывать, как выбрасывать мусор. Я знаю в совершенстве. Я даже знаю, как снизить себе тариф на электроэнергию. Ну, в общем, как-то вот так. Я не думаю, что я могу сказать что-то еще больше. Я еще раз абсолютно не понимаю, зачем эта книга, зачем вы все это хотите слушать. Но мне это очень приятно. Лондон, который Алиса считала столицей Парижа, в этом что-то есть. Как минимум претензия на это у англичан была в течение веков. Если бы не Жанна Д'Арк, она могла реализоваться. Существует около двух тысяч лет. Создавали его римляне, расширяли саксы, обогатили евреи, закономерно затем изгнанные, превратили в крепость норманы, в него заглянули на несколько лет французы, поправить и пограбить, превратили в столицу всего острова шотландцы, строили индустрию ирландцы, но сегодняшний облик его определяют вовсе не они и даже не их ядерная смесь, называемая британцами. Облик Лондона складывается из индийских, арабских, китайских, русских, французских и американских черт. Но обо всем по порядку. В хрониках хищных городов Лондон выбран в главной роли не случайно. Римский Лондон, форпост на берегу Темзы, был компактным, о его размерах напоминают неожиданные гейт в названиях улиц или районов. Единственным исключением является Нью Гейт, но на то он и Нью, чтобы не быть римским. Настоящий Лондон начинался у Тауэра, простирался от Темзы до улицы с говорящим названием Лондон Уолл и заканчивался примерно в районе Сент-Пол-Катхедрелл. Во все стороны 15 минут пешком. Столичный Лондон окружали деревни, но город рос, и они постепенно поглощались столицей. Рядом росли другие города, такие как Вестминстер, сформировавшиеся вокруг дворца ранних нормандских королей, которые не хотели жить в грязи и шуме столицы, как я их понимаю. Потом наступила очередь более удаленных деревень. В итоге города встречались, и Лондон пожирал их. Сегодня Лондон – это все еще совокупность деревень. Английский дух свободы заставил бывшие деревни сохраниться под единым покрывалом города. В результате Лондон остался лоскутным, как клетка с множеством ядер. Каждое ядро – Кэмдон, Челси, Кенсингтон, целых два южные севельны, Сент-Джонс-Ууд, Суисс-Коттедж, Излингтон и многие другие – имеет свой центр, вернее, центральную улицу. Ее называют «Хай-стрит». На ней расположены магазины и рестораны, где встречаются местные жители. Между деревнями раньше были дороги. Консервативные англичане превратили их в улицы. Но название осталось. И лежат через Лондон множество roads, напоминая о былом сепаратизме. «Анмодернайст» – это значит «руины». Про «Анмодернайст хаус», как правило, пишется впервые за последние 30, 40, 50 или больше лет на рынке. Читай, дом не продавался и не ремонтировался все это время. И тем более до этого. Сюрвейер про такой дом скромно пишет. «Построен до введения в действие строительных стандартов». Практически это означает следующее. Надо сносить и строить заново. Характерные особенности. Деревянные балки перекрытий – не те шпалы, которые красуются под потолками стилизованного фехверка, а гнилые широкие доски, поставленные на ребро. Поплывшие стены из старого кирпича, перегородки из картона, вспухшие полы из бумажной имитации паркета или ковролина, поверх старой фанеры, поверх балок. Наружная проводка и земляной пол в подвале. Следующее. «Модернайст». Не признается руинами хозяевами, потому что он так и делал ремонт. «Модернайст». Теоретически может быть на уровне «анмодернайст», может на уровне косметического ремонта квартиры в доме в Бюрюлёво. «Модернайст фолетинг». То же самое, что и «модернайст», но всё самое дешёвое из возможного. «Рефербишт». Что-то типа евроремонта 90-х. Терпимо по качеству работы и иногда даже по качеству материалов. Впрочем, чаще это либо золото по пластику, либо чистенько, но бедненько. «Ньюли редевелопт». Понаехали тут богачи из России, делают ремонты под себя. Кому нужны эти полы из нормального дерева, стены из пеноблоков, деревянные рамы с хорошими стеклопакетами, дубовые двери, безопасные розетки, система умного дома. Надо проверить источник их денег. «Общее качество». Риэлторы сопровождают своё описание объектов краткими характеристиками. Характеристика предваряется ключевыми словами прилагательными, по которым посвящённый поймёт, о чём речь, а непосвящённому будет казаться, что все объекты одинаково хороши. Ну, сейчас мы вам расскажем, чтобы вы знали. «Найс». «Чудовищно». «Well presented». «Мы думали, что хуже, чем «найс» не бывает, однако бывает. «Stunning». «Лучше, чем «найс». «Impressive». «Stunning». «С особенностями». «Extraordinary». «Exquisite». Таких вообще вокруг полно, но лучше об этом не говорить. «Outstanding». Сказать вообще нечего. «Exceptional». «Лучше, чем «stunning». Возможно, даже неплохо, если вы непритязательны. «Stylish». «Remarkable». «Delightful». «Superb». «Wonderful». Просто заполняет пространство в объявлении. «Beautiful». «Недостатки не снаружи». «Charming». «Зато красиво». Ну, мы так думаем. «Imposing». «Жуткая грамина». «Нависает и пугает». «Magnificent». «В средние века могло быть культовым объектом». «Important». «Хрен вы здесь хоть ручку у двери сможете переделать». «Spacious». «В прихожей уместятся два человека, в гостиной целых три». «Soft Auto Reopportunity». «Нам очень надо продать побыстрее». «Когда ты турист, попавший в Лондон на несколько дней и в ажиотаже, пытающийся успеть осмотреть Биг Бен, Лондон Ай, Тейт, Британский музей, Национальную галерею, бары на Пикадилли, смелую караулу Букингемского дворца, новый дом своего приятеля-банкира, бежавшего в Лондон от кредиторов, и новую же серьгу в ухе у Чичваркина, а еще надо в Херротс, купить жене подарки, «Ты воспринимаешь величие дворцов и соборов, поглядываешь на двухэтажные амнибусы, как на слонов в парке Этуша, голова слегка кружится от морского воздуха и пары пинт Гиннеса раз в три часа, а все остальное является как бы фоном, который по меткому замечанию отца Брауна является самым незаметным из всех божьих творений». Простите, это было одно предложение, я не знал, где были точки. «Когда ты приезжаешь жить в Лондон, торопиться тебе некуда, и интересы у тебя другие. Где жить? Где магазины? Как добраться? Когда забирают мусор?» «Не путайте туризм с эмиграцией. Если ты приехал жить в Лондон, туристический фон становится средой обитания, а то, что ищут и ждут туристы, за пару недель превращается в невидимую грунтовку холста своей жизни. Что? Королева поехала? И что? Не видишь, я парковку ищу. Не мешай!» Лондон перестает быть аттракционным и становится прежде всего спутанной новогодней гирляндой жилых домов, в которой одна маленькая лампочка должна стать твоим обиталищем. Облик Лондона для жителей определяет несколько факторов. Лондон – город древней частной собственности, фрихолд, из священных прав личности, и потому он является лоскутным одеялом этих самых прав. В нем, как в громадном телескопе, смотрящем во Вселенную одномоментно, и почти во всех местах видны все археологические слои, которые когда-то создавали дома из камня. В стандартной деревне лондонского центра есть место для изолированных домов, домов, у которых четыре стены слои и ни с кем не пошаренные. Как говорят англичане и современные подростки. Эти дома – прямые потомки домов первых хозяев небольших земельных участков, купленных этими хозяевами, может, 200, а может и 700 лет назад. Хозяева сто раз поменялись, а участки сохраняются. Кто же их тронет? Собственность все же. Но больше в такой деревне домов, которые ширят боковые стены. Участки у них настолько узки, что дома было выгодно строить во всю ширину участка. Да и общая стена – это не только экономия кирпича, но и тепла. Эти таунхаусы по-американски, или террестхаусы по-английски, в Лондоне таунхаус называют огромные дома-знатия в противовес кантрихаус, их поместьям, составляют основу лондонской деревни, как и 300 лет назад, когда идея строить дома с общими стенами охватила Европу. Большинство таунхаусов многократно перестраивались. Фасады при этом сохраняются. Все-таки они одинаковые у всех домов одного блока. Но часто они и сегодня мало отличаются от оригинала. И в инженерной экспертизе таких домов, которые делают при покупке, инженер просто пишет «Дом построен до введения строительных норм и правил». Это означает, что с него взять? Надо ломать и строить заново. Удивительно, вернее, конечно, неудивительно, учитывая стоимость недвижимости и строительства, как редко в Лондоне ломают и строят заново. Частная собственность предполагала торговлю и инициативу. Потому во все времена в Лондоне были те, кого сегодня называют девелоперами. Предприимчивые скупщики земли, которые хотели выжать максимум из приобретения. Тем, там, где не удавалось, такие девелоперы скупали целые кварталы. И на места таунхаусов строили все, что угодно. Роскошные отели, торговые галереи, музеи. Но больше всего строилось многоквартирных жилых домов. Дело в том, что по мере своего развития Лондон становился все дороже и требовал все больше людей на единицу площади. Обслуживать все более сложную машину местной экономики. Соответственно, в Лондон пребывала живая сила. И ей, которой платили мало, надо было где-то селиться. Причем быстро. Особо активным застройщиком была церковь, Чорч Комишина. Она строила дома с особо маленькими апартаментами для простых и набожных людей. Так на круг выходило максимум арендной платы. На поверку оказывалось, конечно, что районы такой застройки быстро приобретали дурную славу. Ну да, церковь и не должна делать различия. Наоборот, ее задача идти к нищим духам, если, конечно, они еще платят аренду в срок. Газ и свет поставляются нам компанией EDF. Сайт EDF сообщает, что компания практически перешла на зиру Carbon Energy. Как это сочетается с тем, что у нас газовый котел, газовая плита, мне непонятно. И свет, и газ поставляются без перебоев. Что такое перебои, с Utilities лондонцы вообще не понимают. Это не Подмосковье. Но в остальном стиль работы компании можно охарактеризовать как удушливо-внимательный и одновременно крайне неэффективный. После быстрой регистрации и согласия на плоский тариф мы в 2020-м платили 120 фунтов в месяц за тепло, свет и газ в доме площадью около 200 квадратных метров. Это примерно столько же, сколько выходило в нашей московской квартире. Примерно раз в неделю я получаю предложение, что-либо улучшить в моей энергетической жизни. Сменить тариф на один из тысяч других, поставить более совершенный счетчик, вывести его показания на мой компьютер, заменить бойлер на более современный, ввести детализованный учет, востребовать до 10 тысяч фунтов субсидии за утепление дома. И все совершенно бесплатно. Я повелся на более совершенный счетчик. Заказ занял одну минуту, но установку удалось заказать только на через месяц. В тему будет анекдот, который однажды рассказывал Рональд Рейгер. Все помнят, какие очереди были в СССР на покупку машины. И вот, покупает человек машину. Ему говорят, приходите через 8 лет, 15 марта в 12 часов ее забирать. А покупатель отвечает, не могу, в это время ко мне должен сантехник прийти. Так вот, в Великобритании никто бы не смеялся. Мы так живем. Ровно через месяц, с 9 до 16, пришел специалист по установке нового счетчика. Вернее, два специалиста. Им потребовалось выключить электричество в доме на полчаса и провести около счетчика еще 40 минут, чтобы сделать вывод. В данный момент невозможно установить новый счетчик. Мастера подробно объясняли мне, почему. Но мой несовершенный английский меня подводил. Из всего изложения коллеги перебивали друг друга и что-то рассказывали о нем в мельчайших технических деталях. Я понял только, что в силу крайне сложных технических обстоятельств, связанных с тем, что какой-то жизненно важный блок моей системы электроснабжения устарел, они вынуждены сделать от моего имени заказ на его замену. Этим занимается другой специалист. И могу ли я принять его еще через 3 недели, потому что именно такой слот им сейчас дает их система заказа. Я не стала уточнять, о чем речь. В конце концов, что я понимаю о высоком электричестве. Спустя 3 недели пришел специалист по неопознанному критически важному узлу системы электроснабжения. Если предыдущие были поляками и говорили по-английски практически с местным акцентом, этот был из Юго-Восточной Азии, и его английский мне был недоступен в принципе. Но он оказался и ненужным. Специалист открыл передо мной шет, в котором стоит счетчик, достал из сумки прямоугольный пробковый щиток с размером с лист бумаги А4 и сказал «Нью!» Посветил фонариком на щечек, и я увидел, что щечек прикреплен к стене на такой же щиток, только изрядно прогнивший. Шет со щечками у нас стоит перед домом, видимо, туда попадает влага. Четыре винта были откручены, счетчик снят, прогнивший щиток снят. «Олд!» – торжественно сказал специалист. Новый щиток приложен на место старого, счетчик поставлен на место, четыре винта закручены. «Here you are!» – сказал специалист. «А когда поставят новый счетчик?» – спросил я. «Ес!» – широкой улыбкой сказал специалист. «Я проговорил предложение с максимально лондонским акцентом, на который был способен. А?» – спросил специалист. «New matter!» – воскликнул я. «Вот!» – спросил специалист. Я решил, что лучше начать все сначала. И упрямо заказал установку нового щетчика с мобильным дисплеем в доме, дающим информацию о раскодывании электричества и газа в реальном времени. В фунтах и единицах энергии. Заново. На через месяц. Остается только сказать, что счетчик не установили, и дисплей тоже. Все совершенно бесплатно. Дисплей проработал два часа и сказал. Потеряна связь со счетчиком. С тех пор дисплей грустно стоит, воткнутый в розетку. Примерно раз в два дня он просыпается и показывает мне что-то, что он называет информацией о расходовании электричества и газа в реальном времени в фунтах и единицах энергии. Кто знает, откуда он ее берет и за какой период. Показав эту информацию в течение 10-20 минут, он опять легким гудком сообщает. Потеряна связь со счетчиком. И засыпает. Идея в ответ на мою жалобу предложила вызвать специалиста. На через месяц. Я полагаю, дело опять в пробковом щитке. Возможно, его установили вверх ногами. Школа – одна из самых веских причин для переезда родителей с подростками в Лондон. Веских, в смысле субъективно важных и часто упоминаемых. Великобритания делает свой небольшой гешеф на школьном образовании, создав из него национальный бренд по всем правилам маркетингового искусства. На уровне едва слышимых вдалеке разговоров, если ты не вовлечен в вопрос лично, но привык доверять своим ощущениям, а не фактам, британская школа представляется солидным монолитным учреждением имеющим многовековую традицию, которая обеспечивает лучшее в мире школьное образование и поступление в первые университеты всего мира. Однако более подробный список свойств британской школы, если составлять его на основе опросов русскоязычной среды Лондона, волшебным образом отличается от респондента к респонденту. Ради интереса я поговорил на тему «Что вы знаете о британской школе?» с дюжиной далеких от темы, но образованных русскоязычных знакомых и в Британии, и в России. Вот в основном какие ответы мне довелось услышать. Британская школа? Ну, про них Диккенс писал. Это же жесткие заведения, пансионы типа полувоенных, мальчики и девочки отдельно, розги, холодное общежитие, буллинг. В общем, к жизни готовят. Школы в Англии? Да ну! Это развлечения для олигархов, за дикие деньги, загородные комплексы, как спа-отели для отпрысков богачей, учителя, как обслуга, наркотики, знакомство с детьми местной элиты, закрытые братства с жуткими ритуалами, зато потом связи. Обучение в Британии? Я думаю, это раздутая история. Школы платные, но в отличие от российских, там толком ничему не учат. Упор на спорт и развлечения. Выбор школы происходит потому, где дети и из каких семей. Учить ребенка в Лондоне? Да, это шикарный вариант. Они, конечно, дают идеальные знания. У них в 11, 13, 16 лет зверские переходные экзамены. Дети, бывает, сходят с ума натурально при подготовке, зато потом можно поступать хоть в Оксфорд. Да, я много слышал и видел про эти школы. Это очень чопорное заведение. У них, кстати, форма обязательно. Не дай бог, кто не наденет полный комплект. У них даже физкультура в форме своей школы. Причем не просто физкультура, а гребля или крикет. Они там, как в России, в гимназиях век назад даже фуражки носят, а девочки шляпки. И еще там нельзя пропускать школу, даже если температура. Все ходят, даже с 38. Насморк, кашель, все равно. Устроить ребенка в английскую школу очень трудно. Конкурс везде огромный. Я, в принципе, не поддерживаю их систему. Они же маленьких детей отправляют в пансионы. Дети лишены родителей. Многих не забирают даже на праздники. Говорят, там множество религиозных школ. Закрытые католические, например. В общем, во всех школах религия, священники, все эти дела про педофилию. Но нашему ребенку английская школа не грозит. Мы евреи. В их школу не христианину не попасть. Английские школы очень специализированы. Там на выпуске всего три экзамена. Готовят узких специалистов. Английская школа – это фикция. В реальности учителя слабые. Повсеместно новая левая повестка. Вместо языка и математики их теперь учат, что всех надо любить. И все можно. Как бы ты ни ответил, все отлично. В дорогой школе даже завтраков для детей нормальных нет. Сплошной фастфуд. Дети толстые. Но это бодипозитив. Никого не волнует. Это практические цитаты. Как видите, сложить из них единый образ невозможно. Настолько выше приведенные высказывания противоречивы и одновременно глобальны в своих оценках. Даже ничего не зная о британских школах, на основании этих описаний можно заподозрить, что школы в Англии отличаются разнообразием. На практике это разнообразие даже больше, чем можно себе представить. Есть лунные и русские рестораны. Правда, понятие русский в Западной Европе и Америке почему-то начинается с кавказского и заканчивается украинским. Поэтому самый восточный русский ресторан Лонна – это «Рябуни», который на самом деле армянский. А самый западный – это борщ и слезы, которые, как я все знал, и, как видим, многоукраинский. На самом деле, югославский. В борще и слезах подают стандартный набор блюд имени России. Борщ, голубцы, пельмени, котлеты по-киевски, оливье, селедку, язык маринованные овощи, пиво Балтика, глюквенные настойки и водку. Если бы я был англичанином, который несколько раз съездил в Жемеленку, не заехав в Киев, не говоря уж про Москву, я, наверное, так бы и представлял себе русское меню, однако все вкусно. Когда говорят русский ресторан у бывалых путешественников, сразу после русского самовара в Нью-Йорке, конечно, в памяти всплывает Мариванна. Мариванна в Лонне есть, и расположена она в Найсбитш, почти у Уэйт-парка. Место зачетное, типа Красная Пресня, и очень русское. Тем не менее, что-то не сдалось у ресторанов с публикой. Рейтинг Гугла всего 3,6, рейтинг TripAdvisor 4. Около 10% отзывов это плохо или ужасно. Что называется, не мне судить. Дальше... Это не мне, я титирую общан, это не знаю слова. Дальше немножко интимная, так сказать, про ресторан «Зима». Английский дневник, время идет вперед. А требовательная публика в столице мира хочет, чтобы кроме лубочного антуража, аля русский Версаль, и обязательных водки и селедки, в русском ресторане было еще что-то, уж не говоря о качестве продукции и обслуживания. Тем более, что еще что-то из России можно добыть, выделить как экстракт и перевезти на лондонскую землю. Это, кажется, удалось сделать ресторану «Зима». Ну, тут какие-то неприятные вещи, но мы их опустим, да. На мой взгляд, ресторану повезло с расположением. Разместившись на востоке Сохо, ресторан впитал в себя артистический стиль, свободный дух и раскованный с мест. В гугле пространство написано «современная русская уличная еда и большой выбор сортов водки». Не верьте. «Зима» — это, прежде всего, очень вкусная русская еда, скорее, домашнего стиля, а не стандартный кич других заведений. «Зима» — это уютный зал, начался лишенный партийно-аристократического павца. Это стены, на которых развешаны картины русских абстракционистов, стилизованные санки и прялки из русской старины, настоящие санки и прялки из русской старины, это из Череповца. «Перялки» — это всегда стилизовано. На них написано «1914 год», это он и есть. И вдруг гигантская напись «Заграница нам поможет», еще как помогает, если пьет каждый день. Это было все прочтение. И вообще книга, конечно, совсем не ограничивается теми кусками, которые читали, и теми главами, которые читали. Книга достаточно большая, там шрифт очень мелкий. И очень много разных других вещей, и про медицину, и про школу «Большая глава», и про еду «Большая глава», и про дороги, и про транспорт, и про налоги, действительно. Так что, если вам получится создать книгу или купить электронную, читайте, мне будет очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ